Привет, друзья! Я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно-понятно блога на канале Страна.юэй. Сегодня в этом видео мы разберем, а что там происходило в России во время акции в поддержку Алексея Навального. Также, друзья, я знаю, что многие из вас переживают, почему же за мной находится не моя любимая бордовая фирменная стена, но совсем скоро она там снова будет. А пока так. В общем, разберемся, какими протесты будут дальше, что примерно стоит ожидать 2 февраля, когда будет суд над Алексеем Навальным. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Я напомню, что митинги, которые происходили сегодня, это вторая часть, скажем так, сиквел того, что происходило на прошлых выходных. И стоит отметить, что в некоторых российских городах люди вообще не вышли на митинги, а там, где выходили, кроме, конечно, крупных городов, они были очень незначительными. И для того, чтобы создать какой-то экшен, кое-где даже водили хороводы. Наиболее массовые, ну не то чтобы митинги, скорее шествия, потому что участники акции постоянно двигались, прошли в Москве и в Санкт-Петербурге. Еще точных цифр, сколько всего участников было, пока не озвучено ни правоохранителями, ни организаторами митинга. Но стоит отметить, что как минимум в столице ОМОН в этот раз лучше подготовился, и где бы не собирались участники акции, их тут же оцепляли. Также очень важным отличием от прошлой акции было то, что организаторы несколько раз меняли маршруты и точки сбора. Это было, видимо, связано с тем, что правоохранители сразу оказывались на тех местах, где митингующие должны были собираться. Возможно, и это сыграло свою роль в том, что людей было намного меньше, чем в прошлый раз. А также, возможно, это связано с тем, что российская власть действовала разнонаправленно. Были также задержаны очень многие из тех, кто на прошлых выходных устраивал драки. Например, там, зашли правоохранители в тикток-хаус, и как про него потом шутили, он стал тикток-хатой. Там один из тиктокеров громил автомобиль и потом публично извинялся за это. Я начал обкидывать ее снегом и несколько раз пнул ее, чему я очень рассказываю и сожалею, и прошу прощения у всех, кто с этим связан. Правда. И когда были акции протестов 23 января, некоторые пытались их сравнить с тем, что происходило в Белоруссии летом. То есть Беломайдан. Но, как видим, уже на вторую акцию все пошло не по нарастающей, как в Белоруссии тогда, а по российскому, скажем так, сценарию акции сходят постепенно на нет. Также видно, что полиция поменяла свою тактику, стало, очевидно, меньше жести. И журналистов, которые были в желтых жилетах вообще пропускали за любые ограждения. Но это в центре, в регионах там были разные нюансы, но тем не менее. Также свою роль в неприятии российским обществом этих акций сыграл и тот факт, что многие участники протеста самостоятельно провоцировали драки и столкновения с правоохранителями. И это также фиксировалось на видео. И я уверена, что вы тоже видели подобные видеоролики. Собственно, самым главным итогом сегодняшних акций стал факт, что митинги не идут по нарастающей, а наоборот начинают угасать. Почему так происходит? Есть две версии. Давайте их разберем. Во-первых, у Навального выдохлись, да и в принципе у Алексея и его команды поддержка в России невелика, как об этом рассказывают преимущественно, конечно же, либеральные СМИ. Тем более, очень непросто выдерживать темп постоянной активной мобилизации сторонников при таком активном противодействии, скажем так, российских властей. Примерно по такому же сценарию развивались и предыдущие акции Алексея Навального. Первые какие-то там в Мосгордуму в 2019 году первая акция была массовая, были какие-то стычки, а потом все сошло на нет. Сейчас, как видим, происходит то же самое. Второй момент в том, что эта акция, можно сказать, была поддерживающей и основные силы все-таки будут брошены на другие акции, на 2 февраля, если суд отправит Навального за решетку и заменит ему условный срок на реальный. Вне зависимости от того, сколько выйдет в поддержку Алексея людей 2 февраля или после 2 февраля, я думаю, что какие-то акции все равно планируются. Также эту тему активно будут раскачивать в СМИ, если Навального все-таки отправят за решетку, и это поможет вывести еще какое-то количество людей на улице. Какое-то. В любом случае будет еще третий акт этого всего. Если оппозиционеров все-таки отправят в колонию, это вызовет взрыв негатива со стороны Запада и, возможно, обведение каких-то новых санкций. Не исключено также, что протесты будут пытаться подогреть еще каким-нибудь заранее подготовленным расследованием Навального, которое выйдет и где он будет рассказывать, что пока я лежал в коме, мы тут с командой подготовили расследование. Фонд борьбы с коррупцией Навального уже, кстати, отправил письмо Джо Байдену с просьбой ввести персональные санкции против 35 чиновников, представляющих российскую власть. И это, знаете ли, выглядит крайне странно, особенно в связи с тем, что как раз-таки российские власти постоянно называют Навального и его команду иностранными агентами, агентами иностранных спецслужб. Ну а здесь, по сути, они берут фонд борьбы с коррупцией Навального и подтверждают, получается, то, что говорят о них российские власти или нет. О каких-то экономических санкциях против России пока сложно говорить. Например, Германия не собирается останавливать достройку Северного потока-2, абсолютно невзирая на историю с Навальным. И я не думаю, что Белый дом будет ссориться по этому поводу с Германией. После какого-то, скажем так, приговора Навальному, возможно, еще будут какие-то вспышки протестов, но потом они все равно все сойдут на нет. И если Навального все же посадят, то начнется работа по извлечению политических дивидендов из его посадки. Будут попытки завести прозападную оппозицию в Думу в сентябре 2021 года, что, скорее всего, в нынешних условиях будет заблокировано властями где-то на уровне Центральной избирательной комиссии. Какие-то подконтрольные Кремлю либеральные партии на выборы, может, и пустят, но поскольку они не пользуются какой-то сильной поддержкой, за них там не уверена, что проголосует много, то есть они не наберут проходной процент. Ну а все эти акции протеста будут продолжаться в попытках найти где-то слабину российской власти. Ну, скажем, в регионах менее социально благополучных, чем Москва или Питер, например, хабаровские летние акции протеста мы с вами ведь тоже помним. И довольно-таки, кстати, интересное мнение по поводу протеста в России выразил Александр Лукашенко и сказал, почему в России не так, как в Белоруссии. Отличия между белорусскими событиями и российскими, вот увидите, их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкрик. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала и ввести сюда натовские войска. В России будут качать в долгую. Они прекрасно понимают, что России блицкрик осуществить невозможно. То есть, как видим, в Белоруссии все поставили на кон и хотели сделать такой блицкрик, быстрое свержение власти, быстрый переворот. А в России будут продолжать пытаться качать. Возможно, расчет на то, что кто-то из центральных или региональных элит даст какую-то слабину или включится в борьбу с Путиным. Хотя ранее, по-моему, с этой же целью Запад вводил разного рода санкции, которые, как видим, не дали желаемого для Запада успеха. Наоборот, мы видим, что антизападная позиция Кремля усиливается и элита Российской Федерации так или иначе должна идти в том же тренде. И нынешняя позиция российских властей относительно митингов в поддержку Навального очень жесткая. В том числе в информационном плане он и его сторонники подаются либо как иностранные агенты, либо как провокаторы, либо как дети и неадекватные люди. То есть всеми способами дают понять, что не покажут слабину, что слабины не будет. Ну и опять же таки, у Навального и протестов его сторонников вот в нынешнем виде, в том, как все есть сейчас, нет какой-то масштабной поддержки в российском обществе. И это еще одно важное отличие от того, что происходило в Беларуси. Даже те, кто недоволен этой российской властью, все равно не хотят повторения истории с украинским Майданом и хаоса. Типичный пример оппозиционный, кстати, шоумен Семен Слепаков. Он в инстаграме опубликовал у себя стихотворение про добро. Я сейчас вам зачитаю, вдруг вы не слышали его. Добрые блюстители легитимных мер глаз сожгли водителю за номер АМР. Путинского прихвостня, снявшись со столба, сапогами пи***ла добрая толпа. Из-за либеральи ценности свои по*** дали парню из ГАИ. На прикольный митинг звали ребятню, детки, приходите погонять гибню. Это будет весело, это будет класс, может, даже месиво сделают из вас. Крыли все ху**ами, кто добра был чужд, мол, сгноим вас в яме ради добрых нужд. Будет вам наука, мы не лев толстой, на дороге, сука, у добра не стой. Жопой уновилы, зло надеть пора, есть на это силы, братцы, у добра. Так со злом сражалось милое добро, позабыв про жалость, очерствив нутро. Храбро, беззаветно и во вкус вошло, так что незаметно стало злей, чем зло. Ну и понеслось дальше. Слепакова там захейтили в комментариях, желали ему смерти всякими разными способами. А в твиттере даже заблокировали его аккаунт за якобы нарушение правил сообщества. Вот такая вот странность. Что вы об этом думаете, кстати, друзья, пишите в комментариях. Вот такие вот дела, друзья мои, вот такие вот протесты. Дальше, конечно же, будем смотреть, что будет происходить, все анализировать и, конечно же, рассказывать вам. В обязательном порядке я хочу в очередной раз озвучить свою позицию касательно митингов, протестов, акций. И чего бы то ни было, что там происходит в России, россияне всегда сами разберутся и нечего вмешиваться в их внутренние дела. Мы же не вмешиваемся, а анализируем все, что происходит, потому что это непосредственно может коснуться и нашей страны. А также необходимо всегда выносить уроки из чужих опытов, скажем так. Главное самим не стать предметом опытов и экспериментов. Хотя мы же в Украине живем с вами, правда? В общем, на этом у меня, друзья, все. С вами была я, Олеся Медведева, ясно-понятно, блог на канале Страна Юэс. Спасибо, что смотрите, спасибо, что активно подписываетесь, потому что совсем скоро нас будет уже полмиллиона, за что благодарю каждого. Не забывайте, конечно, делиться своим мнением в комментариях под этим видео. Там у нас бывают очень-очень жаркие дискуссии, поэтому не стесняйтесь, присоединяйтесь. Ну и совсем скоро с вами снова увидимся. Пока!